В Кайбевском районе нет очередей в детские сады, но это не повод для гордости. Рожают мало. Демографические показатели здесь ниже республиканских. Об этом многом другом говорили на заседании райсовета. В нем принял участие председатель госсовета Фарид Мухамедшин. А начался визит именно с посещения садика. В этом детском саду 126 детей. Несмотря на удаленность от Казани, здесь идут в ногу со временем. В старших группах буквы и цифры учат по интерактивной доске, а младшие медфильмы смотрят по проектору. Проекторной доской мы занимаемся в одновременно занятием развития речи. Идет у нас сказки смотрим. Дети сами смотрят на рисунок, рассказывают, отвечают на вопросы. В Кайбевском районе очередей в детские сады нет. Но это повод не хвастаться, а задуматься, отмечает председатель госсовета Фарид Мухамедшин. Рождаемость выросла, но смертность выше. Проблемы с медициной. Если технику закупают, то обеспеченность кадрами только 64%. На работу нужно срочно привлекать молодежь из города. Сколько человек обучается в медвузах Казани, в медуниверситете Казани, для того, чтобы их сюда вернуть обратно в Кайбевск. Тем более сейчас федеральный центр принял решение, если молодой специалист сюда приедет, миллион рублей подъемных, так называемых, дают. Сто тысяч дает республика. Один миллион сто тысяч молодому специалисту, чтобы он вернулся на родину, на малую, на свою, и стал работать здесь врачом, на обновленной больнице отремонтированной, на неплохом оборудовании, которое сюда постепенно заводится, монтируется. Но ребята, если не использовать такие возможности, то мы не можем помочь вашему району, как и другим районам, просто нет. В сельском хозяйстве удалось добиться успеха. В прошлом году благодаря программе самозанятости многие сельчане открыли собственный бизнес. Как результат, выросло поголовье скота в личных подворьях. Благодаря программе самозанятости более тысячи безработных граждан района открыли свое дело. Район также участвует в программе «Доступная среда». Люди с ограниченными возможностями смогут беспрепятственно посещать многие учреждения. Ксения Жаркова, Эдуард Мухмедьянов, Вести Татарстан, Кайбетский район.